Хлороз винограда – лечение. Виноградарство – достаточно кропотливый труд, который требует определенных знаний и навыков. Виноград – это растение, требующее повышенного внимания виноградарей к себе. Культура может подвергаться заражению достаточно большого перечня заболеваний, последствиями которых станет не только утрата урожая, но и гибель куста. Одна из самых страшных бед для виноградной культуры – это хлороз. Чем лечить хлороз листьев винограда и что это за болезнь – тема статьи. Общее описание заболевания. Фотосинтез является основополагающей составляющей существования всех представителей флоры. Процесс осуществляется в клетках зеленого цвета под названием хлорофила. Но порой при нарушении грунтового питания или поражении инфекций формирование хлорофила замедляется. Следствие, листья полностью или частично утрачивают свой цвет, становятся желтыми или вовсе обесцвечиваются. Такое заболевание носит название хлороз. Важно! Основная причина развития болезни – дефицит железа в очве. Именно его отсутствие или недостаток замедляет процесс фотосинтеза. На фоне дефицита питательных веществ замедляется фотосинтез, что приводит к полной или частичной утрате урожая. Куст замедляет свой рост и вскоре может погибнуть. С запущенными формами хлороза бороться практически бессмысленно, как правило, погибают целые виноградники. Борьба с болезнью – сложный процесс, охватывающий целый комплекс лечебных процедур. Внешний вид болезни листьев винограда – хлороз различает две формы патологии – инфекционную и неинфекционную. Неинфекционный хлороз – симптомы заболевания. Наиболее характерный признак поражения куста винограда хлорозом – образование пятен на Листьях окрас может быть желтым, ярко-лимонным, кремовым. Если бездействовать по мере развития болезни, листья будут засыхать и опадать. В формировании короткоузия – недоразвитые побеги. Отмечается горошение гроздей. Обратите внимание, более выраженные симптомы болезни проявляются весной и в конце лета. Поражение свойств и неначаговый характер. Выявить неинфекционный тип заболевания достаточно просто. Пораженный лист смочить раствором медного или железного купороса. По истечению суток обработанные участки восстановят зеленый цвет. Причина развития – дефицит железа. Как правило, наблюдается при повышенной концентрации почвы и извести. Повышенная защелоченность мешает растению получать железо в необходимой для него форме. Накопление в земли сероводорода. Достаточно часто эта патология поражает кусты винограда, произрастающие на тяжелых и непроницаемых землях. Особенно в дождливую и холодную погоду. Последствия болезней. На фоне дисфункции фотосинтеза наблюдается общее ослабление культуры. Вследствие чего происходит горошение гроздей, плоды не возревают. Ослабленные растения не способны перезимовать, они погибают. Инфекционный хлороз. Инфекционный тип заболевания имеет альтернативное название – желтая мозаика. Инфекционный хлороз. Желтая мозаика. Внешние признаки. Признаки патологии. Симптомы выражены весной. На листьях образуются желтые пятна, либо полосы вдоль жилок. С приходом знойной погоды листья возвращают свой цвет, а вот очаги болезни обесцвечиваются. В отличие от неинфекционной формы болезни, желтая мозаика поражает и жилки листовых пластин. Причина поражения. Возможно заражение через подвой. Переносчиками инфекции являются нематоды, личинки и черви. Последствия аналогичны. Бездействие агронома неизбежно приводит к гибели куста. Инфекционный хлороз слабо поддается лечению. При заражении рекомендуется удалять пораженные участки и сжигать. Хлороз винограда. Прежде чем приступить к лечению патологии, необходимо определить природу ее происхождения. Характерной особенностью инфекционного хлороза является изменение окраса листовой бластины вместе с прожилками. Побороть инфекционный тип болезни чрезвычайно сложно. Такой виноград орошают химическими препаратами, инсектицидами, можно приобрести в специализированных магазинах. Неинфекционную форму патологии излечить намного проще. Самым результативным средством в этом случае является железный купорос или препараты, содержащие его. Чтобы восполнить дефицит железа в очи, рекомендуется использовать железный купорос или препараты с ним в составе. Он восполняет нехватку химического элемента. Железный купорос имеет порошкообразную форму, перед применением его необходимо развести водой. Для 150 грамм порошка потребуется не менее 10 литров воды. Для достижения желаемого результата под каждый куст надо вылить 3-5 литров раствора. В качестве альтернативы лозы листья можно орошать солями железа. Если агроном использует препараты, в составе которых присутствует оговариваемое вещество, надо четко следовать всем рекомендациями, которые описаны в прилагаемой инструкции по применению. Такие препараты более эффективны, нежели раствор медного купороса, но и стоимость их тоже выше. Обратите внимание, лечение хлороза раствором железного купороса подразумевает многоразовую обработку пораженных участков. Однократным орошением куста и введением вещества в почву не удастся восполнить дефицит элемента. Обработку виноградника целесообразно проводить с интервалом в неделю. Порой в раствор железного или медного купороса добавляют небольшое количество аскорбиновой или лимонной кислоты. Стоит также добавить, что с помощью этого вещества можно бороться с достаточно обширным перечнем грибковых заболеваний. А еще это хорошая подкормка для винограда, даже если растение здорово. В качестве аналогов для лечения неинфекционного хлороза выступают серная кислота, хилаты железа, сернокислый аммоний, сернокислое железо. В качестве удобрения дополнительно используют магний, сульфат, калия, цинк, бор, марганец. Борные удобрения Агротехнические мероприятия Многие агрономы недооценивают значимость агротехники в борьбе с различными заболеваниями, включая хлороз. Необходимые для борьбы с хлорозом агротехнические мероприятия – выращивание культуры на легкой и хорошо вентилируемой почве. Регулярная работа над улучшением воздушной и водной проницаемости. Обязательная составляющая ухода – мульчирование почвы. В качестве профилактики не помешает регулярно производить дренирование почвы. Проводить неглубокую обработку целесообразно на почвах, которые заведомо склонны к неинфекционному хлорозу. Обратите внимание, при течении инфекционного типа заболевания использование фунгицидов нерезультативно. Пожалуй, единственный выход в данном случае будет полное удаление пораженных участков. Обусловлено это быстрым распространением вируса. Меры профилактики. Каждый агроном должен знать, что болезни проще предотвратить, чем лечить. Эффективные профилактические мероприятия, предотвращающие развитие хлороза, выбирать виноградные сорта, исходя из особенностей почвы, на которых они будут произрастать. С повышенной концентрацией щелочи в почве не стоит отдавать предпочтение таким сортам, как рупестрис, берландюри, репария. Особое внимание надо уделить хорошей воздухопроницаемости и водопроницаемости почвы. При застаивании влаги надо обеспечивать дренаж, в этом случае используют щебень трубы и шлак. Щелочные почвы не рекомендуется удобрять перепревшим и обыкновенным навозом. В данном органическом удобрении содержатся бактерии, которые способствуют растворению извести. Вместо перегноя лучше использовать компост или торф. В профилактических целях при произрастании виноградных кустов на тяжелых почвах поблизости рекомендуется высаживать клеверозолоковую смесь или люцерну. На щелочном грунте нельзя использовать такие удобрения, как сульфат, аммония и суперфосфат. Рекомендуется отдавать предпочтение калейным удобрениям. На заметку, хлороз делится на инфекционные и неинфекционные первые на территории Российской Федерации встречается редко, но при поражении доставляет множество хлопот. Неинфекционная форма болезни легко поддается лечению при грамотном подходе. В борьбе с болезнью все средства хороши. При поражении необходимо делать все возможное, чтобы уберечь виноградные кусты от гибели. Существуют эффективные традиционные и народные рецепты, самые эффективные из них описаны выше. А также, не стоит забывать об эффективных профилактических мероприятиях, которые обезопасят растения и обеспечат агроном большим количеством качественного урожая.